так татьяна время лепестки были у вас проблемы со сливами никогда кроме опыления растут у нас в горшке пересажены корневые отростки специально недалеко от материнского дерева хочу потом прижившиеся увезти пересадить на постоянное место никак культурный подвой это того же дерево материал не приживается ни почкой летом ни зимней прививкой почкой лета забудьте зимней прививку забудьте выбрали 2 2 2 извращенных способа без совместимости процентов так как слива плодность почему если вы такая капризная при попытках перепривить только один раз обрекоз привился на нее как лучше перепривать с и но в общем и сразу не сразу не зимняя прививка давайте получается материнское дерево посреди зимы соль поливать зиме призывает прививку за столом так и доращивание а здесь непонятно я не понимаю а почка летом это тоже для меня это способ я называю извращенной поэтому от него результат ждать это бесполезно почему нельзя по-нормальному первыми лучами солнца с это когда дерево хоть ориентируйтесь по березе береза начинает плакать значит все начинайте прививать что не капризная сила него время в это все делали тем более что она вас должна прижиться в реке снизу этого снимок для саженец обрезали мыши по вашему совету обрезала выросла а в это вы мне писали по вашему совету обрезала выросла делится покрепче собрать его дамы сильная обрезка способствует на днях его отправила фото с этого деревца с медовыми каплями как росинки на месте отпавших листочков ну че я скажу волшебница скоро уволите меня все сами умеют так что по моему совету обрезала а ну я бы там посоветовал а у меня же много вперед фотографий и писем я не вспоминаю сегодня вебинара получается я под поздно вам показал ее всем какая биологическая согласимость персика хасанского с культурными персиками удается или прививки культурных персиков крону хасанский так может быть до нижнего новгорода и хасанский персики послужил бы подвоем но у меня такого опыта нет вообще для меня персик хасанский привиты на мажорский абрикос на китайские сливы на крайнем случае на вовсе на вишни как супер моростойки по двое это предел мечтаний чтобы не укрывать его не укутывать и получать урожай такие урожаи были телевидение было и было после этого погибали потому что мы резали резали калечим невероятно все было а вот так чтобы использовать как подвое оплевать культурный в сибири это извращение авантюра то есть она замерзли то есть хасанский дак они собственно у нас есть но у меня бывало замерзали прям до уровня снега вот и использовать его как по двое культурными когда он сам по себе на 2 на 5 а может на 8 год сам замерзли использовать как по двое имеет смысла я считаю я так и не делал а вот и для вас это возможность начали это я сейчас по три косточки мне говорят хотим там косточки абриколоса сливы вишни и персик вот теперь вот три косточки персик пожалуйста это все это начало вашего будущего сады больше не могу но для это все страны осталось там штук 100 косточек или 200 это раз можно начать более обстоятельно например эти же черенки у меня выписать персиковая получить урожай вас будут свои косточки и с этого момента расширяться 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 и тогда когда у вас они будут свои они самым раз таки вы же видели кто-то видел фильме я говорю о чернобаева было 37 минус это городская черта там тепло вот город себя греет но 37 это все равно заоплощенные дали для ученых для культурных персиков тех 28 все все умирает а хасанского все-таки особо и него что благодаря мне мне только смог сделать так всю зиму ездить в сизую не было даже моста представляете сизую читать лекции нашим старушка и там узнать что в одной этой самой пожилой учительницы пенсионерки есть персик приехать спросить что за персик и она когда назвала что до хасанский даст посылки и до потом он оказался и хасанский и все-таки я его размножил хотя у него с дерева была замерзший напрочь я умудрился это сделать это моя заслуга вот и сейчас имею самым расстройки мире персик это моя заслуга это чтобы мне морду не тыкали в этом на всем готовом ты вы поедете всю зиму лекции читать сизу из заяногорска при минус 30-40 градусов когда мы стане было принесли рассказывать вам все эти истории вы туда поверить невозможно сам не верю сейчас ущипну себя в нет ни у меня как персик и вот раз так получается он настолько сам хорош уже добиться чтобы он не не укрытый не привитый плодоносил это уже дикий успех а потом где-то наверное даже не в нижнем новгороде а наверное где-то где-то может быть брянске там чуть потеплее может быть в ростовской области вот где-то может быть этот персик и пойдет уже как подой но не севернее знаете как один раз уже все радуешься уже плоды а потом бах и все замерзло вот и детская счет выращиваете персики выращивайте яблони сливы и вишни кустовидной форме никогда не погибнут хоть с 80 будет минус придет весна отрежете все что замерзла вышла снега снег это уже слава богу нас не хватает и они опять вот так вот через год-два восстановится корни мощные корни под снегом вот это вот отказаться от дебилизма с искусственными штампами и у нас резко на миллионы садов прибавится а чего и те же соскалась в этой царю все это знаете вот смотрите я хочу вас чем вдохновить смотрите вот это байк это не просто боится самый крупный плод бая который был я его заморозил почему как чувствовал что пришлет эту фотографию ко мне людмила из темы туристы таки кемецкой из калининградской области а у него байк на 45 грамм больше это 80 какой 45 это 80 я этим гордился а у него 133 ну-ка сколько на 53 грамм это полтора раза больше это вы понимаете она перешла на всего выпаду и вот результат ребята впереди столько всего да пожалуйста и я специально показываю да я сейчас уволюсь это людмила это что такое разве можем ну сказали бы 90 грамм нет 100 грамм 110 120 туда нет фотографию на меня горит на дерево не ступу все по 130 грамм масса и тоже фотография на весах 130 ну и вот чему я вас призываю друзья можно альтенант брала мне черенок а потом на сливу а вопрос того какой вспоминаете можно ли носил и привати что можно вот вам ответ 80 грамм представляете что у нее за за плод короче биологическая совместимость и персиков хасанского с культурными не имея ни малейшего понятия он дальневосточный культурные персики у них тоже несколько родин вот будут друг на друга приживаться не знаю но хасанский у меня прекрасно совместим с китайскими и манжурским абрикосом но не с первого поколения . так между добрый вечер влад путем до своими ментора в рамках одновидовой привыки можно добиться весьма неплохих результат правильно олег 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 молодец сколько 32 черенка сходу показал да по моему пока самый крутой так вам опять черенка песка обещал если они вас не путают так верно ли что сеянцы не дают корневых отводков распространяется ли этот принцип на и на сеянцы яблок в росте получил абрикосы весь интересный не знаю дело в том что я пришел на готовая вся тайга заражена корневыми отводками я бы груш встречал несколько раз но дело в том что это так редко бывало что я просто видел старые старинные груши еще несколько раз я видел что от корней вылазит эти победе это такая редко что я нельзя рассчитывать на нее практической работе яблони можно сливы мне кажется что любая слива выращенные с косточки рано или поздно все давать корневой подки но опять слова кажется не проверял просто кажется абрикос не дает корневых отводка вишня должна давать так же как слева черешня через малый опыт не знаю точно в общем получается что редкие случаи когда у меня не хватило ни опыта не знаний чтобы ответить на ваш вопрос александр видел ваши фильма заказ дополнить давайте гоните то есть валяйте выбор подскажите мраморная телекосмическая брал черную козберку подирал сейчас сейчас ну ка посмотрим конечно вы еще платы покажите это бесполезно сало как сало нет я рад за вас я рад что у вас прекрасные саженцы я рад что вы их не калечили так и рад что они у вас заложили цветочные почки раново от теньков но с другой стороны что получилось то получилось вот и на этом все то есть сейчас мы обратно залезем где были и на этом все значит если бы я показали бы плоды я ответил а так не бесполезно так как вы относитесь к вопросу периодичности плодоношения яблони в природе она на лицо но некоторые именитые секционеры утверждают что это ли следствие неправильной агротехники и периодичность от яблони отсутствует нет она не отсутствует дело в том что существует причина объективная вот я их называю генетические вот а есть существует причины связано с тем что мы взяли в наглую перенесли за тысячи километров заметьте я не сказал за сотню это много я сказал за тысячи километров на север на восток от исторической родины там где как каждый год через год заморозки морозы заморозки морозы вот только собирается плодоносить столько засвела бах мороз баксы у меня бывало варьера сидений минус 10 каких черту плоды вот и еще пропускаем и груши пропускали и даже яблони пропускали хотя редко потому что не польза засветает а вот абрикосы не дай бог попадают вот поэтому еще раз есть генетически обусловлены то есть они чудо генетически обусловлены ему нужно или быть самоплодным где гарантии или ему нужно иметь половых партнеров а где гарантии что когда мне говорят о им подберите мне опалитель для сувенира востока а я хрен узнать потому что сувенир востока это линклод давайте посадим 10 линклодов и она все равно это самое может оказаться бесплодной потому что надо еще чтобы у них сейчас начну эту нудную тему надо чтобы пестик на одном дереве созрел одновременно с тычинкой на другом дереве а вы можете это обеспечить метод посадки тыка плюс вмешивается это же самое не вовремя когда замерзает почки тычинки замерзли кто опылит все нормально они подпорчены морозами дерево отсвело ничего нету и так накладывается генетической причины потому что мы мы когда это не природный сад и там все цветет все давно за миллион лет устаканилось и заросли слив или там у нас это терн пусть хотя бы терн все это до кучи и сколько может столько даст урожая причем максимально а здесь то что мы делаем и наглую переносим этот оттуда этот с китая так нет этот со средней азии это с город армении этот с этого самого сюда где они не не держат мороз и там с этого с испании и италии и так далее все это до кучи посадили ждем каждый год урожай нет это даже яблони относился что они морозостойки но никуда вы не денетесь потому что у них есть сорта ранние средние поздние одни отцвели а те которые должны были это помочь завязать урожай они в это время не цвели еще ждали вот и самое подхожу с собой в любимой теме когда сбор урожай искусственный когда нужно заложить на хранение в это время отламывается отламывается груша яблони таким образом что перед самой зимой на плодушке остается раны а плодушка должна еще несколько лет плодоносит год уходит на залечивание этой раны пропустила урожай это уже по железу так как мог объяснил